всем привет ровно год назад автоваз начал производство седана лада веста вот год прошел год был непростым для автоваза и тем не менее многие предвлекали что машина не пойдет машина фухлыжная получилось и так далее так далее и в общем-то продажи машины показали что это далеко не так до первой машины были практически еще не доведены дома скажем так то есть не было сзади локеров вообще сейчас они появились даже еще такие несколько скажет так или фетровые таком плане также под капотом теперь здесь идет полностью резинка раньше на здесь на замке прерывалась игра слетела сейчас грязь если и летит то очень мало практически уже многие что вообще не летит по салону тоже было много доработок но я уже об этом мы говорили как бы не раз и не два то есть очень-очень машина скажу так в плане того что то есть машина ушла очень далеко от того что производили в самые первые месяцы за год у машины добавился и круиз-контроль и климат-контроль и получаются боковые подушки безопасности получается что вот-вот пойдут весты с мотором 18 с более усовершенствованной ручной коробкой с машина практически за год прошла скажу так некую эволюцию постепенно постепенно машина все становится лучше и лучше ее доводят до ума и как бы уже допустим вышла пробная партия веста сигначур то есть там уже эти вот писалки скажем так они убраны под капот антенна сделана в виде плавника на сзади крыши ну и соответственно ли чок бензобака уже сделан и сделана кнопочка то есть увеличил бензобака открывается только из салона как заявляет что в скором времени все эти нововведения перекачивает и на вот такие на обычные седаны ну в общем то это это нужно только приветствовать дай бог к сожалению не все так быстро происходит как нам хотелось бы и тем не менее продажи машины показывает что народу машина нравится то есть сейчас точно не понял по моему было продано на конец августа 36 тысяч 875 машин если ты точно я сейчас не помню но как то так и значит на автовазе сказали что 25 сентября в честь первое юбилея они выпустят 50 тысяч всего 50 тысяч на автомобиль то есть завод как бы не успевает их делать потому что как бы одна линия и в том плане значит люди говорят что мол а когда же они девается вот их не видно так и если всего сделать сделают 50 тысяч до из них уже практически 40 тысяч продано страна для нас большая и часть машины еще куда ушла на экспорт правильно в казахстан белоруссии и так далее поэтому как бы и все равно сейчас уже все больше и больше больше можно встретить на улицах городов поэтому мало их кто видит потому что их еще не так уж много и выпущено если на то пошло и тем не менее если уже сейчас ну с учетом допустим сентября уже будет уже продано 40 тысяч машин да еще у нас в запасе скажут так октябрь и ноябрь если отсчитывать год сначала продаж то грубо говоря тысяч пятьдесят машин будет продано значит хочу напомнить что в августе 2010 года у нас начались продажи автомобиля фальсваген полоседан так вот 100000 рубеж то есть 100000 машину полоседана продали спустя внимание три года три года концерт шел к этому и при том что все говорили что могу это же круто это же немец туда суда мне что-то вот как-то немец дам себя скажет так почему-то не очень чтобы очень зарекомендовал напомню что спустя полгода феврале и был презентован хендай солярис тогда еще совсем первый и спустя почти год уже было продано внимание сто тысячный экземпляр соляриса то есть насколько он было продано быстрее все горечки до корейцы фигня полная там ля ля то поля и тем не менее этот ух ты это же немец он был он продавался намного хуже чем тот же солярис ну и вот место если опять же еще учесть продажи допустим октября и ноября то получится что 50 тысяч было продано за год если всего они к этому времени допустим сделать 60 70 тысяч получается что веста намного быстрее обскакала своих конкурентов при том что опять же я знаю людей друзей вот которые ждут мотор и которые ждут машину с мотором 18 я знаю людей опять же очень много подписчиков писали что тоже ждут машину с мотором 18 и ждут машину в кузове универсал то есть если бы сейчас уже все эти машины производились то цифры бы наверное выросла еще на несколько десятков тысяч то есть когда в таком плане я считаю что в общем год этот для автоваза все-таки не прошел зря они много чего успели за это дело вот опять же на ходу то есть говорили что мол типа эти персональные менеджеры там все это полный туфта все такое ничего подобного они свое дело скажут сделали то есть с февраля 17 года уже не будет эти персональные менеджеры то есть вся каждая мелочь где-то какой-то косяк что-то оплошность какая-то там не доделка недоработка все это опять же фиксировалась все это отсылалось на завод и завод уже максимально возможны быстрые сроки все это дело учитывали и так далее так далее не собственно опять же и уже машина все становилось лучше и лучше опять же допустим вот по поводу вот этих писалок то есть сейчас они стоят на капоте видно да то есть чтобы их не было видно чтобы не были здесь нужно что-то опять же вот с этой кромкой пластмассы думать как-то я или капот приподнять чтобы или здесь какие-то сделать нишки чтобы они там эти сидели писалки ну то есть когда в таком плане что соответственно опять же не всегда получается что быстро сделать или например допустим вот стоит x-ray сейчас покажу вот стоит x-ray вот то есть опять же что по поводу рейлингов когда они сделали саму машину получается в общем штамповки были одни и они погнали что получается рейлинги либо не подумали сразу либо стали это дело но потом сделали штамповочное оборудование уже настроили чтобы делать именно вот так все это дело от штамповалась крыша бац вставляется полоской и все и теперь теперь чтобы допустим делать x-ray cross в котором будут рейлинги вот здесь на крыше это что понятно нужно перенастраивать оборудование переделывать этот штамп который здесь будет еще делать соответственно там отверстие и так далее чтобы было место для крепежа вот этих рейлинг а на все это нужно время ну и так далее то есть еще так просто как нам кажется конечно нам хотелось бы что ух ты сразу раз и все было сделано так еще потряс не бывает ну и в общем то что машина просто огонь естественно допустим говоря что некоторые что она еще сыроватой ну может быть может быть какие-то там в детали например как вот этот вот не закрывающийся ключок бензобака или там допустим вот эта пробка которая тоже без замка но пока так что делать но в любом случае уже как бы нашли до вариант как выход пока временно из положения пробка это выкидывается вставляется пробка от рейлинг логана закрывается на ключ и как бы проблема решена ну в общем как то так сзади у нас стоят барабанные тормоза ну опять же много разговоров и еще раз нужно помнить что действительно до спортивные машины и тяжелые машины там мощными с мощными вишками там действительно машину получается очень быстро разогнать и надо ее очень быстро резко осадить то есть оттормозить ее соответственно там стоят дисковые тормоза вот здесь у нас получается что не такая уж большая масса машины не такой уж большой мощности двигатель поэтому посчитали что тест очень было уже много тестов посчитали что действительно до этих барабанных тормозов вполне хватает ведь недаром те же допустим солярисы и кирилл в целях удешевеления тоже ставили чем оснащать барабанными тормозами то есть первая комплектация актив и 2 комфорт они идут вот именно с такими с барабанными тормозами сзади а уже там за допустим 40 тысяч можно закупить пакет и тогда у вас уже будут тоже сзади дисковые тормоза ну вот так все у нас получается конечно вот это вот делать ну как бы хлипенькая все такое но и на солярсе и на кирилл точно такие же стоят поэтому здесь придраться как улицам нет чему вот ну в общем в любом случае автоваз движется вперед машина совершенствуется и совершенствуется ну дай бог то есть я считаю что за год очень много они успели сделать и очень многое успели сделать тут опять же все главное упирается во что все упирается в деньги то есть народ не знаю либо не то что как бы не готов платить такие деньги большие просто люди привыкли что ух ты вот если там иномарка на стоит столько да здесь она типа вроде как наша машина а стоит типа много так она опять же здесь ну треть половина там процентов 40 запчастей опять же стоит таких импортных правильно вот то есть не без этого но пока именно вот так все происходит соответственно опять же что они сейчас борются за то чтобы процент локализации был еще больше соответственно и цена постепенно постепенно будет снижаться по крайней мере так заявляет чтобы на самом деле как бы мы не знаем и тем не менее но и опять же все слышали разговоры что очень активно автоваз ищет коробку автомат на машину чтобы ставить как на x-ray так и на весты соответственно уже даже многие пишут что был бы здесь автомат сразу купил не задумываясь как-то к роботу еще такое предвзятое отношение но поживем увидишь называется может быть даже что-то уже в этом году и проснится ну на этом вот наверное все всем пока счастливо покупайте именно правильные машины